Подожди, я не включила вебинар. Всем добрый день. Меня зовут Ольга Каледа. Напишите, пожалуйста, плюсики, если меня вам видно и слышно. Здравствуйте, всем. Меня зовут Ольга Каледа. И я вас приветствую в нашем вебинаре. И я прошу вас, чтобы поставить плюсы, если вы видите и слышите меня. Спасибо. Я вижу, что меня видно, и, соответственно, это здорово. Всем еще раз добрый день, добрый вечер. Рада приветствовать вас на нашем первом вебинаре из цикла «Студенты для студентов». Соответственно, рады, что традиция продолжается, и наши вебинары становятся по традиции уже международными. Я рада, что все это будет. Я рада, что мы держим этот вебинар, который является праздником. С нами сейчас Россия, Белоруссия, Казахстан, Германия, Швейцария, Бразилия, Турция, Франция и Южная Африка. Это очень здорово, очень приятно, что вы все с нами. Кыргызстан. Кыргызстан. Наши представители приходят из России, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Сутирланд, Бразилия, США, Сауди-Арабия, Турция, Германия, Франция, Северная Африка. И я рада, что мы все здесь. Соответственно, Белоруссия, Франция, Хорватия. Тоже всем большой привет. Я уже сейчас с Эхом прощаюсь, поэтому хочу представить вам сегодня Вадима Сорокина. Это наш выпускник, выпускник программы «Execs MBA». Сегодня он с вами поделится своим опытом создания двух брендов по непосредственно технологии ЕМАС. Я надеюсь, что после этого вебинара вы поймете, как важно внедрять каждый инструмент, который даем в нашей бизнес-школе. И, в принципе, я с вами прощаюсь и передаю слово Вадиму. Я надеюсь, что после этого вебинара мы все понимаем, что это очень важно, применять инструменты, которые представлены ЕМАС-четчерами. И с этим вебинаром Вадим будет представить вебинар. Ну что, все меня слышно, видно? Ставим плюсы, как обычно. Hello, does everyone here and see the presenter? Ура! Ну что ж, коллеги, всем добрый вечер. Очень рад всех видеть. Всех тех, особенно, кто живет за Уралом в других странах. Спасибо, что на все время. Я надеюсь, все уроки учат, все делают проекты, чтобы потом было полегче, потому что на защите будет очень жестко. Я надеюсь, что все уроки учатся трудно и делали свои проекты, потому что уроки учатся будут очень трудно представить. Ну окей, ладно, давайте у нас с вами по таймингу где-то час. Я попытаюсь за этот час рассказать про конструкцию двух брендов, то, что я делал сам руками. И, например, объяснить некоторые нюансы. Итак, два бренда. Первый – это совместный проект российско-испанский, проект по производству мяса ингейки. И второй – это проект, по которому мы писали стратегию и защищали по рынку макаронных изделий. Итак, первый проект для начала как бы вводный. Ребята, расскажу, чтобы всем было понятно, стартовые вещи, то, что было, и что получилось в конце. So, I will give you some basic information, something to start with, and then I will proceed to the results. Соответственно, сам проект первый, первый бренд – тамбовская индейка. Я пришел в проект, когда он уже был запущен, ему было года три. Я не учился еще в бизнес-школе ЕМАС, но была возможность купить модули отдельные по конструкции бренда. И я прочел две книги Андрея Каледы, которые вы знаете, которые есть в СБО. То есть у меня было понимание именно этой части по конструкции бренда, то есть как нужно делать и как не нужно делать. То есть после согласования двух сторон, испанской и российской, за конструкцию бренда отвечала проектная команда с российской стороны и с группы компании Черкизова. Работой остались собственники компании недовольны то, что сделали, понимания никакого не было. И я сейчас объясню, то есть, в принципе, из-за чего было непонятно. То есть вот это вот, это те вводные данные, которые я получил, те исследования, которые делала проектная команда до моего прихода в проект. То есть, как вы видите, это стандартная система оценки рынка, где были определены, то есть, какие мы идем регионы, какие будут каналы продаж, то есть, сколько мы хотим продать, как это нужно сделать, непонятно. So on the slide you see some baseline data, applicable as of the moment when I was not involved in the project. So these are the standard data of market analysis, the regions of the market, of the launches of production and basic figures. То есть, чтобы всем было понятно, это реальные слайды из презентации, как вы видите, из Черкизовой группы, те, которые были показаны собственникам компании. So these are the real, the actual slides showed by Черкизова групп. На следующем слайде, то есть, на основании, они сделали какие-то выводы, потом определили какие-то там сегменты, что нужно выходить с органическим брендом, с этим брендом по такой-то цене, то есть, что, куда, чего. Сейчас мы уже владеем методиками ЕМАС, мы понимаем, что мы ничего не понимаем. Then they made certain conclusions, they determined the segments, the prices, and they continued working. Ну, и, соответственно, то есть, была определена какая-то целевая группа по соц.дему, по социально-демографическим признакам, то есть, на кого они целятся, какие-то здесь вот бабушки, дедушки, то есть, здесь какие-то тетки, тети здесь счастливые, кому продавать, то есть, в отличном итоге, непонятно. Соответственно, первоначальная задача была в соответствии с теми данными, с теми знаниями, которые у меня были на тот момент, только лишь по конструкции бренда. Переделать это в удобо понятную форму для собственников, и удобо понятную форму для меня тоже, то есть, что все-таки делать. Я не сталкивался с мясом индейки до приходу проекта. То есть, сначала нужно было вкратце, пока еще не раскладывая по кластерам, не определяя такие кластеры, понять, что нужно сделать, точнее, что делается на рынке, то есть, кто лидеры, по какой цене, что было, что будет, ну и чем сердце успокоится. То есть, это был первый этап. Соответственно, на втором этапе нужно было определить ценовые пороги для того, чтобы верно разбить кластеры. То есть, где низкий кластер, то есть, где его порог, да, вот здесь, где средний, вот здесь, то есть, какая была сделана подготовительная работа, то есть, как вы видите, мы заказывали исследование в GFK. Соответственно, дальше это уже нужно было собрать всем в знакомую, приятную табличку, которая называется кластерным анализом. То есть, были выбраны две характеристики – цена, как у всех на рынке, и в данном случае это фасованный, не фасованный продукт. Еще раз хочу сказать, что на тот момент я не владел всеми инструментами именно стратегического менеджмента. Я не знал до конца, что такое MVC-анализ, первая группа факторов, вторая группа факторов. То есть, досконально, как вы сейчас делаете, и как мы делали уже в последнем проекте, я так не мог просчитать прям точно рост каждого кластера. Делали основания, то есть, как и раньше рассказывал Андрей, на основании трендов. Я хочу сказать, что в данном моменте я не знаю, что делать, потому что я не мастерил инструменты стратегического менеджмента, который предложил Андрей Коляда. Я не знал, как выполнить MVC-анализацию, и я не смогла рассчитывать фигуры, которые нужны. Что мы здесь увидели в кластерном анализе, уже стала более-менее понятная картина. То, что количество игроков на рынке не такое и большое. Есть три сильных лидера и тот, который STM, и довольно-таки большой объем по прибыли и по рентабельности продаж. То есть, мы выбрали, ну, очевидно, да, здесь нужно было идти в средний кластер, да, потому что темпы роста довольно-таки высокие, способные продукции, и в премиальный кластер. Маленькая ремарка. Вообще рынок индейки в России рос и растет очень большими темпами, там, больше чем 30-40% в год. Поэтому пусть темпы роста вас здесь не пугают. Они на самом деле правдивы, и анализ делался на основании кассовых продаж. Следующим шагом нужно было понять, с чем, то есть, каким видом продукции конкуренты играют в каждом кластере. Соответственно, здесь, на диаграмме, показано, то есть, опять же, я не знал, что такое best-in-consulting group, то есть, там, гемасы и тому подобное, ABC-анализ и YZ просто посмотрели темпы роста. Сейчас, когда вы уже владеете всеми инструментами по анализу ассортиментной матрицы, конечно, все это можно просчитать более точно. На тот момент этого хватило. И, соответственно, здесь мы увидели, что именно полуфабрикаты, как вот сама продукция, они показывали очень хороший рост, и именно они формировали премиальный кластер. Соответственно, после того, как мы определили кластер, мы поняли, с каким ассортиментом играют конкуренты, дальше нужно было сделать второй шаг, как мы знаем, это по сегментированию. Были заказаны исследования всеми известной мировой компанией Nilsson. При всем том, что эта компания входит в ТОП-3, объяснять им, что такое потребительские мотивы неестественные, не вот это вся там ерунга качества, я объяснял дня три, наверное, им. Четыре, просто вот до войны было. Да. Соответственно, нами были получены исследования, то есть они не знали, что так, ну как они слышали про потребительские мотивы, но как это все собрать, то есть даже вот здесь обратите внимание, распределение в процентах не от 0 к 100. То есть то, сколько опросили, то это потом данные переделали. То есть это были такие вот количественные исследования на 2,5 тысячи человек. И всплыл доминирующий мотив, естественно, это забота о здоровье, безопасность, на втором месте генетическое мясо, о котором мы всем говорили. Но это все нужно было разложить и просчитать в процентах. Дальше нужно было на основании выявленных мотивов. То есть мы поняли, какой кластер, мы поняли, с какой продукцией нужно идти, какие есть мотивы, какие есть проценты. Нужно было подумать, какой бренд, мейминг, да, то есть потому что это все делалось на самом деле с ноля. Появилась вот такая вот интересная птичка. Сейчас я расскажу краткую историю, почему именно такой мейминг и почему такой дизайн. Было жесткое требование от собственников компании, чтобы бренд был русский. Не международный, то есть никакого мейминга международного не должно быть, только русский. Соответственно, была такая логика. Если мясо индейки употребляют для красоты и для здоровья, то человек хочет понравиться и быть красивым. Что по ней как бы естественным. Поэтому название вот это право, это древнерусское имя, которое означает статное, красивое, упоминается в древнерусских сказках. А право, вот если бы здесь было оо, это по-испански индюк. То есть два концепта, они сложились в один. Соответственно, дальше нужно было создать некую платформу бренда, то есть... собрать из частей, те, которые были заказаны по исследованию потребительских мотивов, то есть что мы хотим сказать людям, да, своим продуктам. Здесь вот на слайде представлена некая как, ну, основа для создания платформы бренда. Соответственно, на этом слайде, да, то есть это некая часть разработки позиционирования. То есть мы поняли, да, то есть мы самое безопасное мясо на рынке. Мы не стали уходить в сторону фитнеса, потому что об этом все говорят. Мы решили сделать акцент на безопасности именно. Ещё один очень важный фактор, который я узнал при общении с технологами. Вообще, здесь очень важно, когда ты работаешь на пищевом производстве, с технологами нужно общаться каждый божий день, чтобы узнать какие-то фишки и инсайты. И мы увидели то, что тот размер индейки, та порода индейки, которая завозится в Россию, она содержит в два раза меньше жира, чем те, которые уже присутствуют на рынке. То есть здесь уже выстроилось, как мы видим, понимание, то есть что хочет сказать наш бренд, в чём его РПБ и да, то есть вот эти отличительные преимущества и какой основной мотив мы несем. Следующим шагом уже нужно было думать об исполнении концепции самой. То есть на этом шаге, в принципе, вы все и так знаете то, что я вам рассказал до этого. Стандартный кастерный анализ, сегментация, выбор доминирующего мотива, создание, позиционирование на основании мотива. То есть EMAS даёт чёткую, понятную, простую технологию для восприятия. Звук пропадает, всем слышно, всё нормально. Поставьте плюсики тогда, ребят. Маленькая ещё реманка, когда перейду к следующему слайду. Так как это совместная компания, двух очень крупных компаний в России и Испании, я как бизнес-единица, которая отвечала за маркетинг, каждый месяц ездил на совет акционеров и собственников и каждый шаг я рассказывал. Ну окей. Так. Ну, соответственно, дальше нужно было подумать, как должен выглядеть продукт. То есть на что нужно делать акцент. So next we needed to understand how our product should look like. Окей, Жень, да, я вижу твоё сообщение, но я сейчас попробую чуть-чуть потише сделать. В любом случае, пока рассказывать буду. Нужна была в первую очередь открытая упаковка, чтобы видно было сам продукт. Нужно было подчеркнуть все достоинства и бенефиты на самой упаковке. Это должен быть премиум. И упаковку нужно было задействовать по максимуму, чтобы выстроить коммуникацию за счёт упаковки и рассказать людям, то есть чем мы лучше. So the package should be transparent, so that we could actually see the product we are buying. We needed to write as many information as possible about our products to make our consumers see the advantages of it. Окей, соответственно, нужно было составить грамотное техническое задание для дизайнерского ателье. Мы отдавали разработку в агентство. Это как один из примеров, один из шагов при описании целевой аудитории уже на основании потребительских мотивов. So we needed to prepare a proper technical assignment for a design agency to make our product attractive. And this is the example that is based on the data we had. I want to develop on this slide. This is the data provided by Nielsen company. I have to say that when you are limited in money, you cannot save your money on the package, because package is the only way to communicate with the client. Соответственно, к печали ко всей, то есть это данные не только для России, то есть только лишь 13% они делали опрос по всему миру и выяснилось то, что потребители считают эффективный дизайн, то есть он им понятен, они делают выбор продукта на основании то, как опорным продукт. Это очень плохо. So as you see, only 13% of people all over the world find package design is efficient. Соответственно, дальше мы отдали в дизайнерское ателье и у нас получился вот такой продукт. So we have placed an order in the design agency and we ended up having a product like this, like the one you see on the slide. То есть все, что было описано, прозрачная пленка, вот этот маркер в два раза меньше жира, упаковка из картона, на который можно разместить все RTB, вот эти вот Rhythm to Believe атрибуты, инсайты, что ты хочешь сказать людям, то есть концерт был исполнен в таком стиле и премиальный коричневый цвет. So you see that the package is transparent, also you see that it indicates the main advantages of our product, the fact that it contains two times less fat and other attributes and motives. И теперь, так как после разработки концепта это нужно было вести, показывать собственникам компании на очередном собрании, когда они вот это все увидели, началось представление такое, как в цирке. сейчас расскажу из-за чего. So when the owners saw the final design, they were not so delighted. Соответственно, как вы видите, сам продукт упакован в лоток из голубого цвета. То есть это вообще на пищевом рынке, особенно в мясе, цвет считался неприемлемым, никак, ни в коем случае нельзя. Было либо белое, либо желтое. Но, как мы помним, доминирующий мотив у нас – безопасность. А на подсознательном уровне, при восприятии цвета у людей, светло-голубой цвет ассоциируется с цветом неба, с безопасностью. Вот именно поэтому был выбран вот этот цвет, помимо прочих равных и дифференциаций на полку. Как вы помните, наш важный мотив был безопасность. Очень долго были обсуждения, но сказали, да, очень классно выглядит. В принципе, все твои доводы верные. цвет соответствует потребительскому мотиву. Все равно мы хотим проверить. То есть дальше были запущены тесты. So, after long conversations, we came to conclusion that it was the right decision and that the color corresponded with the consumer motive, but then we needed to perform certain tests. И забегая вперед скажу, когда вот эта вся упаковка стала на полку рядом со своими соседями и конкурентами в белом цвете, в желтом цвете, ее видно метров за 10 час. То есть сам вот купил тушку на Новый год и вообще вся вот эта продукция в голубых лотках, просто мимо идешь в баннете, видно издалека, что это именно она. I have to say that when you see a package like this, a package of this color you cannot pass by. You see it from about 10 meters on the shelf. Ну и соответственно на основании тех же самых мотивов были сделаны посы, коммуникации, то есть забота, семья, тра-та-та-та-та-та-та. То есть в основу лег мотив. Именно та технология ЯМАСовская, про которую мы все с вами знаем. Соответственно мне все равно, как я сказал до этого, не поверили. То есть все это классно, все это мотивы, все это отлично, ты молодец, нам все понятно, риски большие, давай мы будем тестить. However, the owners did not believe me, and despite the fact that they agreed that everything was great, they wanted to perform certain tests. Соответственно, я как человек, не первый год который в маркетинге, я знаю, да и вы сейчас знаете, то, что все люди иррациональны, никакие фокус-группы тебе ничего не скажут. Поэтому нужно было влезть в мозг. So as a person who is very good in marketing, I know that no focus groups will help you, so you needed to penetrate into the consumer's brain, figuratively speaking. Поэтому были выбраны нейротесты, то есть мы обратились в компанию, которая проводит нейротесты по восприятию то, как реагируют люди, то какие у них эмоции, врут они при этом или нет. То есть при помощи айтрекера, как у них распределяется взгляд по упаковке, технология такой, то есть она была, она была в стадии формирования на рынке, это была некая инновация. То есть, как вы видите, здесь считываются датчиками по полиграфу, им задавались вопросы, какие у вас возникают ассоциации, соответствуют ли они легкости или нет. Они отвечали, полиграф считывал, врут они или не врут. Сенсоры считывали первичные эмоции, то есть есть ли легкость или нет, есть ли радость, потому что без эмоций продукт умрет, нужны были эмоции, правильно ли дизайнеры их донесли. И, соответственно, вот такие опыты над людьми ставились ради достижения одной большой цели. Таким образом, они использовали полиграфы, чтобы определить, если люди умерли или нет, после ответа на определенные вопросы. Они использовали сенсоры, чтобы записать биоэлектрическую активность, чтобы понимать, какие эмоции они испытывали, когда они смотрели на продукт. Таким образом, эти тесты помогли нам успеть в маркетинге. В завершении, кому интересно, заканчивая тему с нейротестами, рекомендую прочитать книжку, я потом, если хотите, в группе ее выложу, Андрей Курпатов «Красная таблетка». Это исследование по нейробиологии, где сказано, что более 90% запуска продукта, основанной на рациональных и фокус-группах, все провалились. Ну и соответственно, то есть, на этом моя работа была закончена в проекте. То есть, продукт выходил на рынок в 2016 году, и он вышел на запланированный 40 тонн, то есть старт был хороший. Пару дней назад я узнавал у ребят, у коллег, они вышли на 65 тысяч тонн, и, я думаю, цель, которую ставил собственник, выйти на 100 тысяч тонн, они ее сделают. В этом моменте, моя работа была закончена. Я работал, я работал в проекте. И в 2016 году, мы достигли 40 тысяч тонн, как вы видите на этой слайде. Очень часто я узнавал, что теперь это 65 тонн, и я думаю, что он ищет, что он ищет в будущем, будет также достигнут. тут как бы смотрите что мне хотел сказать и этим слайдом помимо успеха успеха продукции на рынке да то что сама технология которая которая не массовская она позволяет декомпанизировать большую задачу то есть чуть-чуть переделать да то есть те вводные данные анализы рынка цель мотивы подмотивы как как ты создал продукт и становится блин понятно и это стало понятно не только мне отнюдь не глупым людям там миллиардером долларов черкизова и фуэртис apart from the success of the company i wanted to say that you must technology helps you to decompose quite big goals into some smaller tasks to make you understand how you should operate and it was understandable not only for me but for owners of companies who owns millions of dollars так что собственно говоря вот такие дела то есть я не знал до конца всех тех знаний которые сейчас имею я не учился бизнес-школе гимас но благодаря модулям и двум книгам то есть уже было настолько понятно как это делать что проект был одобрен он был он был запущен и он был понятен ну и соответственно то есть переходим уже ко второму бренду да то есть здесь когда я уже учился в эмасе я его я его делал так как времени у нас немного осталось я вижу ребят все ваши вопросы на все отвечу вот я сейчас коротко расскажу про второй бренд соответственно он делался в рамках общей стратегии компании мы разрабатывали его вместе с моим коллегой Вячеславом Шибановым то есть мы делали полностью весь проект и он выплыл именно из тех целей и задачи которые ставил его собственник при разработке стратегии компании то есть в начале то есть о чем этот слайд да то есть были стартовые позиции где где находится компания макфа где я работал то есть в трех пластерах низком среднем и высоком конкурент и все пока знакомо чтобы понять еще раз маленькую ремарку макфа это лидер рынка в россии и производство макаронных изделий номер пять в мире дальше нужно тех кластеров которые мы выбрали и которых нужно 302 всех мы работали их нужно было разложить более более подробно здесь вы все видите сами все как бы знакомо вам тоже один из шагов кластеризации then we needed to deepen our clusterization and perform even more accurate analysis ну и соответственно нужно было прочитать темпы роста в каждом кластере здесь уже использовался mvc анализ по полной программе then we needed to determine the growth rate in every cluster here you see the results of an mvc analysis было очень много бессонных ночей и споров с вячеславом какие факторы влияют на изменения средней цены на потребление но с горем пополам сделали мвиспенс лыплесс найтс and we are good a lot but in the end we succeeded and created a product соответственно что мы здесь видим то что низкий кластер где работает компания он тоже вырастет как и средний и премиальный но так как производственные мощности загружены на 95 процентов нужно чем-то чем-то было пожертвовать чтобы чтобы добиться цели соответственно было принято решение из низкого кластера уйти соответственно то есть когда мы определили все как обычно пока темпы роста кластера все было разложено по науке также нужно было сделать следующий шаг по сегментации тоже заказывали исследование по потребительским мотивам здесь нужно было опять же понять то есть текущее позиционирование до мафы то есть это местный производитель какие есть пустоты то есть мы видим то же самое продукт полезен для здоровья там для экономии времени и денег то есть принципе мотивы все одни и те же на рынке распределение разное так же были наложены проценты с учетом роста чтобы мы поняли мы выходим на ту прибыль что хочет собственник или нет никто на данный момент не позиционировал свой продукт что это он полезен для для здоровья и экономит то есть здесь вот на примере показано как вам и андрей александрович каждый раз говорит в рамках одного кластера мы это смотрели я сейчас не про премиум соответственно все то же самое нужно было создать платформу бренда то есть на основании выбранного выбранного мотива я рассказываю сейчас на примере выбранного мотива пользы для здоровья доминирующий мотив польза польза для здоровья здесь все ценности атрибуты все как положено стандартное для маркетинга ну соответственно 4 пи сейчас в немасе рассказывается про 7 пи для нас это как бы ну на этом серже в принципе этого хватит 7 пи больше нужно рассматривать наверное в рамках всей компании поэтому то есть вот какие были ли основные выбранные вещи для для позиционирования на фокусе в маркетинге ну и соответственно после того как бы выбрана мотива платформа бренда мы выбрали ту целевую аудиторию по психотипам, то есть на кого мы будем нацеливать продукт. Естественно, он был выбран не просто так, тоже были заказаны исследования и на этом слайде показано, то есть что эти люди, что для них важно, что для них не важно. Не соцдем, а психотип. И соответственно, какие должны быть задействованы каналы коммуникации, то есть где они проводят свое время в интернете, потому что все-таки это гидонисты, они телевизор не смотрят, что для них больше, более аффинитивно, что менее. Соответственно, было также создано техническое задание для брендингового ателье, так как продукт планировался на российские и международные рынки, выбрали самые лучшие, то есть компания там, не буду сейчас озвучивать, чтобы на рекламу не делать, и так очень дорого. Они разработали концепт. Под это... Сейчас Наталья вам переведет. So once again, we gave a technical assignment to one design agency to develop the best design for Russian and international markets. Просчитывался, то есть вот такого вида упаковка в кирпичи, как это делают в Европе, у МАКПы не было оборудования. Просчитывался проект по стоимости оборудования. Все это уложилось в рамках, естественно, одного проекта по разработке стратегии компаний с просчетом, с бюджетированием. Управляющие собственники, естественно, поверили в это. И родился вот такой продукт. So we needed to take into consideration several factors, like the cost of the equipment, the strategy itself, and as a result, we got the product, just like you see on the slide. Ну и, соответственно, то есть был такой, как RTB, вот эта фишка, которая инновационная для российского рынка, потому что нужно было отделить продукт наш как-то на полке, помимо того, что... Ну, конкурентов нет, но его скопируют в любом случае. А beta-glucan, то есть он используется в Японии для профилактики раковых заболеваний уже 20 лет. We placed a certain logo of beta-glucan that is used to show that the product is half beneficial. То есть все то же самое. Пластеризация, определение, куда мы идем, понимание, с каким продуктом мы должны идти, какой мотив, что это за люди. Мотив лег в основу создания концепта бренда, и вокруг мотива строилась вся концепция всего продукта. So, we needed to choose which direction to take, we needed to understand which product we should choose, which motive we should base our operation on, and what people would buy our product. Ну, вот, соответственно, вот я попытался кратко вам рассказать про создание двух таких брендов, да, то есть один, когда я учился в бизнес-школе, второй, когда я не учился, но сама структура, то есть то, что как он делается, понимание пришло на самом деле, то есть его успех, да, то есть те продажи. Только после того, как, я, блин, понял, как делать с кластеризацией с мотивами. So, I've explained in brief how I created two brands. One was created when I wasn't an EMS student, and one was created after I applied to EMS. And I have to say that the whole structure was clear only after I completed the course. Ну, и в завершение скажу такую маленькую вещь, конечно, тут нужно учитывать те факторы, что нужно задействовать обязательно исследование. You know, you also have to take into account the results and data of certain investigations. Многие могут сейчас сказать, ну, конечно, там, Черкизов, Fuertes, MAGF, денег очень много, можете себе позволить дорогие компании, как Nissan JFK, дизайнерские ателье с мировым уровнем, это, конечно, сюда. Но дело-то на самом деле в технологии. Если бы я не объяснил, как и почему и что делать, никто бы этих денег не дал. The main point is the technology. If I haven't explained to people what they should do and how they should do it, no one would have given money for that. Моим же, как бы, предшественникам из Черкизова, денег не дали. People who work before me weren't given any money. Ну и в конце, то есть, некоторые ребята, коллеги, те, кто со мной знаком, знают, да, что я сейчас работаю в Москве, в молочной компании, которая в 10 раз меньше, чем Макфа. Это рынок еще жестче. Это рынок молочной продукции. Стартовые позиции у компании просто, ну, скажем так, понятнее было менее, чем 1% на CFO. It is even more cut-throw market, and the starting positions were extremely low. И я, когда пришел в компанию, я рассказал им те же самые последовательности шагов демасовских, как я делал до этого бренды. Они дали первый раз за всю свою историю деньги на исследования, на кассовые продажи, на данные JFK. И сегодня я буквально, то есть, я сделал весь тот же самый концепт, все это сделали, презентовал сегодня собственников. И люди с гораздо меньшим бюджетом поверили и приняли саму идею, сам новый продукт на основании вот этого. Поэтому это, то есть, как бы, третий уже продукт будет. So when I presented this concept, I used the same sequence of steps that I used for my previous products that I described in the presentation. And for the first time ever that company gave money to launch a product line. So I used the same concept as a basis, and I succeeded, so that people accepted the idea. Ну, ребят, в принципе, как бы, все, что я хотел, рассказал, как в старом добром советском фильме, уроки учите, вы должны поставить плюсик, учим, учим, учим. Вот, поэтому время осталось, давайте отвечу на вопросы. Так, теперь мне, наверное, нужно перемотать все вверх и почитать все, что здесь понаписали. Так, Дирк спрашивал, не зависит ли это от бренда, не помню. Что здесь еще? Фото с Жене с Фильфинки спрашивает. Фото прилавка на фонде с конкурентом Panera. Да, могу выслать, там один из слайдов был, как это делается. Там просто на основании айтрекера, как вы смотрите, анализируете посещение сайта. Он показывает, куда бегал зрачок. Ребята, если я что-то не отвечу, вы просто не ленитесь, продублируйте, пожалуйста, вопросы. У меня тут нет вкладки отдельной. Всем сейчас обязательно отвечу. Так, Марсел Лима спрашивал, должен быть фокус больше на продаже или на фитнес, если я правильно понял, да? Should I focus more on selling or all fitness public? Ну, здесь, это в любом случае, ты сначала выбираешь мотив, потом ты делаешь маркетинг-микс. То есть одно без другого не бывает. То есть, ну, без поддержки продаж, ну, поставите свой продукт, вы его сделали по всем канонам. Он классный и все. И что? Вы даже, когда к Байеру приходите в сеть, вы его должны убедить, рассказать ему, зачем ваш продукт нужен. То есть, на примере вот с Ливенгудом, да, то есть, когда я делал презентацию Байеру в X5, он сразу попросил эксклюзив на полгода. Никто ему ничего не дал, но суть, как бы, не в этом. То есть, это должен быть микс. So, answering the question asked by Марсел Лима, I have to say that, first of all, you have to understand the motive, the consumer motive, and then you have to perform marketing mix. So, it has to be the mixture of several steps. So, first of all, you have to persuade people why they need the product. Так, здесь нужно мне будет, наверное, ваша помощь, Наталья, перевести вопрос от Михаэля, да? То есть, которая нас спрашивает, это странно, что вы можете там вывезти? Потому что я в этой Москве тут ни с кем по-английски не поговорил. Она говорит о том, что логотип бета-глюкана запрещен в Европейском Союзе, и это рассматривается как добавка пищевая. Все верно, но одно но. Может быть, есть какой-то оригинальный, который и запрещен. Эта медикация его, которая показана здесь, она была нарисована специально для нас. И когда продукт презентовали в Англии в Теско, ни у кого вопросов не было. Так что, ну, нейротесты, да, тут Павел спрашивает. Ну, технология новая, она, на самом деле, не космических денег стоит. Я приоткрою тайну, там, в районе чего-то 500 тысяч. Но ее почему-то никто не достигнет. Это новая технология, и это как-то недоставлено. Вот, поэтому, ну, Федор трудно спрашивает, почему не сделать рекламную агентку, которая довольна результатом. Окей, скажу, это брендинговая компания Депо, лидера рынка России. Ну, она международная. Римма спрашивала по поводу целей, да, там, больше, чем двойное, то есть, двойное увеличение объемов, чтобы прийти к цели за 4 года, это очень амбициозно. Амбициозно, но здесь нужно понимать то, что ты работаешь с российскими собственниками компании на мясном рынке. Люди очень жесткие. И тут они либо ты не делаешь, либо они найдут вообще другого. Поэтому тут поставили цель. Тут повезло, конечно, что рынок, да, там, рос такими темпами, но еще нужно было и обыграть, да, конкурентов. Поэтому цели амбициозные, да, но они достижимы, как мы видим. Да, был вопрос еще в конце. Когда я рассказывал про молочку, относится ли он к здоровому питанию, не скажу пока. Ребят, просто поймите, ну, кроме спитания, может быть, кто-то есть в молочке, тут, ну, повезло, скажем так, то, что мы нашли, придумали. Но если все сделаем, те, кто в цехово живет, его узнает точно. Потому что рынок просто ужас какой-то. Узнайте. Узнайте. Наоборот. Есть. 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 Пока. Женя Цичинский спрашивает. Нет. Конечно. Еще какой. Они играют на определенном поле на определенном мотиве и против них мы играть не будем, потому что нет такой физической возможности. Например, Беларусь в ростers и в прод 잡е покупателя и вооружении, но你说 system не могу идти на землюes в Destro. Как до тех пор? Это я думаю. Так, Дирк спрашивает, если я правильно понимаю. Переведите еще раз. Тот факт, что упаковка экологически чистых материалов. Смотрите, для некоторых, да, те, которые заботятся об окружающей среде, в России тоже такие есть социально ориентированные, для них это важно. Даже, наверное, они готовы платить какую-то добавленную стоимость. Но пока, то есть, прям такой яркой социальной ответственности в России на не консидерирование. Вопрос в том, что обеспечения экологических операций. У нас есть люди, компании и организации в России, которые очень важно об оборудовании. И они даже готовы платить больше денег. Но это не так обеспечено в нашей стране. Сейчас это все. Ну и, собственно говоря, все. Там Ольга вам пришлет такой как маленький от меня бонус. Когда делается сегментация по психотипам, описываются, то есть, как вы видели, вот эти вот гидонисты, профессионалисты, заботящие. Вы все получите описание этих сегментов. Они в основном сделаны, как бы больше подходят для России, но и для наших иностранных коллег тоже это будет полезно с точки зрения, как выстраивать коммуникации. То есть, прям пошаговая то, что вот я показывал, да, то есть, вот такие вещи. Вы это все увидите по всем семи типам, по-моему, да. Это для самых лучших отличников. Ну, собственно говоря, все, ребята, то есть, ну, все, что я хотел сказать. Я сказал, надеюсь, вам было интересно, полезно. То есть, ну, в любом случае, это индивидуальная работа на каждом рынке, под каждый мотив. Но тот базис, который в Ямасе есть, он позволит, то есть, там, вашему отделу маркетинга, либо вы сами, на основании, то есть, вот, описанной концепции, как нужно делать, создать каждому и, в принципе, добиться успеха. Так что, поверьте, знания уникальные, даже такие компании, как Черкижево, не... Так что, вы видите, вы должны выполнять довольно много работы, и все работы индивидуальные. Однако, концепты, которые созданы в Ямасе, универсал, и, based on these concepts, вы можете начать свои продукты и успехи, так же. Окей, все, спасибо, те, кто, особенно за Уралом, у кого ночь, кто уже спит, кто вытерпел, дотерпел. Всем пока, если что, в группе, в группе. Все, счастливо, ребят, пока.